Приветствую вас. Мне кажется, что мы ведем речь сейчас о созависимости. Мы ведем речь о созависимости, мы ведем речь о том, что вы зависимы от человека, что вы не можете с ним расстаться, когда вы хотите. Мы ведем речь о том, что молодой человек определяет то, как в будущем будут развиваться ваши отношения. Молодой человек принимает ключевые, кардинальные решения по вашему вопросу. Молодой человек решает, как вы будете делать, что вы будете делать, почему вы будете делать. И по сути все, что в этой ситуации связано с вами, вот о чем идет речь в этой ситуации, связанной с вами, это речь о том, что у вас нет силы, что вы не можете разорвать отношения с этим человеком, потому что он вам дорог. Ага, ну видите ли, я верю, я верю в то, что он вам дорог. Но если он вам дорог, если вообще человек, кого-то может назвать дорогим человеком, надо сказать, кто-то мне дорог. То есть если человек кем-то дорожит, то в первую очередь, в первую очередь, человек дорожит сам собой. Если человек сам собой не дорожит, то он не может дорожить никем другим, в принципе. Поэтому, если вы дорожите человеком, то вы дорожите собой. Если вы дорожите собой, то вы никогда бы не допустили того, что вы оказались в неопределенности по причине действий другого человека. Я заметил, я не сказал по вине, я сказал по причине действий. И они встречают, что у молодого человека могут быть какие-то проблемы, страхи, сомнения, противоречия. Все может быть. Но это его проблемы. И вас его проблемы никогда не касаются. И если вы дорожите человеком, именно дорожите, то в первую очередь вы дорожите собой. И в этом случае вы не можете допустить того факта, вы не можете допустить тех фактов, чтобы вас ущемляли. А вас ущемляют сейчас. И вот это проблема. То, что вас сейчас ущемляют. И именно то, почему вы позволяете себя ущемлять. Именно то, почему человека вы ставите выше себя, точнее отношения с человеком вы ставите выше себя и нужно рассматривать. Ибо в основе этого лежит некая потребность ваша, которую вы пытаетесь удовлетворить. У вас не получается, вы ее пытаетесь удовлетворить, вы держитесь за нее. Вы держитесь за нее. Вы не справляетесь, но вы держитесь из-за всех сил. Что касается молодого человека, я не знаю, что происходит с ним, но по отношению к вам поступает он крайне не так, как мог бы поступить тот, кто любит. Почему? Ну, потому что, во-первых, если у тебя какие-то проблемы, то ты в первую очередь стараешься эти проблемы решить. Да, ты делаешь какие-то шаги, ты предпринимаешь какие-то действия, чтобы решить эти проблемы. Молодой человек никаких действий для того, чтобы решить проблемы не предпринимает. По крайней мере активных, по крайней мере эффективных, по крайней мере таких, чтобы вы их видели. По крайней мере, чтобы от них был как будто какой-то результат. Нет, этих действий нет. Во-вторых, младой человек, если он любит и дразнит вами, он понимает, что вы страдаете от того, что вы находитесь с ним в такой вот неопределенности со своей стороны. Мы берем неопределенность, как некий факт, застывший во мне и во времени, на который смотрите вы и воспринимаете и относитесь вы, и на который смотрит он и воспринимает и относится он. Вот про вас мы уже сказали, теперь говорим про него. То есть это не во времени, это именно вот застывший во времени. Для удобства мы так сделаем. Вот. Молодой человек понимает, что вы страдаете от его такой вот неопределенности. Молодому человеку, если он вас любит, естественно, было бы вас отпустить. И сказать, лучше давай пока достанемся, ты будешь свободен, я тебя ни к чему не обязываю, мы не в отношениях. И я тоже так свободен. Вот. Ну посмотрим. Я пытаюсь решить свои проблемы, ты пока побудешь с нами, может встретишь кого-то, но все, я буду не против. А то человек так не делает. Ну, опять же, вы об этом не говорите. Ничего. О том, что он, может быть он так делает, я не знаю, вы об этом ничего не сказали. Вот. И как бы странно. И при прочих равных условиях, если мы говорим про условия, то при прочих равных условиях получается так, что молодой человек просто-напросто не хочет ответственности. Он просто-напросто боится ответственности. Вот и все. Такой момент. Понимаете? Поэтому я думаю, что вам в этом случае можно и нужно думать о себе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена. Спасибо. Спасибо. Спасибо.